МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационно-правовой выпуск Де Факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сложная погодная обстановка стала одной из причин увеличения числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона. Накануне серьезная авария под Речицей унесла жизни троих гомельчан. Столкновение произошло на подъезде к Речице со стороны Калинковичей. По результатам первоначальных следственных действий известно, что 48-летний водитель Шкода выехал на встречную полосу движения и столкнулся с МАЗом. Кроме водителя, в легковом автомобиле находились мужчина 1968 года рождения и женщина 1965 года рождения. Все погибли на месте ДТП. Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. На место ДТП выезжала следственная оперативная группа. Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинских, автотехнических и иных экспертиз. Сотрудники управления Следственного комитета обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами происшествия или имеют записи видеорегистратора с места ДТП, обратиться в Речицкий районный отдел Следственного комитета. Всего за последние сутки на территории Гомельской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий. Кроме гибели трех человек, известно, что за прошедшие сутки трое участников ДТП получили телесные повреждения. В Ветховском районе вчера примерно в 10.40 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Киа не учел погодные условия, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с попутно движущим автомобилем Ховер. В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобиля Киа, а также пассажиры автомобиля Киа получили телесные повреждения, доставлены в реанимационное отделение Ветховской центральной районной больницы. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о сложных дорожных условиях, которые ожидаются на территории региона в ближайшие дни и просят водителей быть более внимательными и осторожными за рулем. Такой узор происшествий к этому часу. Я, Руслан Габрилев, благодарю вас за внимание. До свидания и берегите себя.